Добрый вечер всем! В общем, сегодня будет последняя съемка станции на МТК и формат ее будет необычный, такой же, как при съемке станции на МТД в августе этого года. Я буду проезжать каждую станцию и снимать ее вкратце из поезда. Станция МТК Угрешская, связанная с станцией утром. Мы у нас проспекта Таганской-Напрестинской линии. Станция МТК Дубровка, связанная со станцией метро Дубровка и Казуховской-Напрестинской-Напрестинской линии. Одна платформа на открыт 11 октября 2016 года. Автозаводская, связанная со станцией метро Автозаводской-Напрестинской линии. Даниловский район, Дух Москвы, рядом 3-е транспортное кольцо. ЗИЛ. Рядом Новый микрорайон на месте бывшего завода ЗИЛ и 3-е транспортное кольцо. Пока на всех станциях одна платформа. Станция Верхние Котлы. Рядом Варшавское шоссе, станция Таганской-Напрестинской-Напрестинской линии. И станция Верхние Котлы на повелетском направлении МЖД. Станция Крымская, рядом Севастопольский проспект. Здесь появится пересадка на новые линии метро, которые построят через 10 лет. Станция Площадь Гагарина. Единственная подземная станция на Востокском центральном кольце. Связана со станцией Петро Ленинский проспект на Камурско-Рижской линии. Станция Лужники. Рядом со станцией Петро Спортивной высокоеческой линии. Рядом Курсовский проспект, проспект Вернадского и стадион Лужники. И так, в общем, все станции на МЦК сняты. И теперь вместе с этим видео они все будут доступны на моем канале. По состоянию на начало декабря 2021 года на моем канале есть видео со всех станций Московского метрополитена, всех станций Московского центрального кольца, всех станций на двух московских центральных диаметрах и всех станций Московского монорельса. То есть четыре вида транспорта отсняты на 100%. Полностью. Но из-за пандемии, конечно, я ничего на следующий год гарантировать не буду. Как получится, так и получится. Но по плану там старые железнодорожные вокзалы, оставшиеся девять московских вокзалов и те железнодорожные станции, которые не войдут в московские центральные диаметры. Именно станции на железных дорогах. И, соответственно, открытие изменения в плане метро, МЦК, МЦД и других видов транспорта. Признаюсь честно, все съемки станции на МЦК у меня были с великом. Одна съемка была в светлое время суток и в сумерках, все остальные были в вечернее время, но и в темноте. Сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь этого года ушли на съемки станции на МЦК. Ну, для некоторых районов Москвы МЦК сейчас важнейший вид транспорта. Дата запуска МЦК 10 сентября 2016 года. В этом году у МЦК был первый юбилей. Пятилетие я все это тоже снимал. 31 станция и 54 километра. Все станции были открыты в течение 2016 года. За последние 5 лет уже новых станций не появлялось. Добавлю в описании к этому видео ссылки на мои плейлисты на тему общественного транспорта. Всем желаю позитивных эмоций во время самого приятного просмотра на моем канале. В общем, дальше все будет видно в зависимости от эпидемиологической ситуации. Подписывайтесь на мой канал. С радостью буду встречать новых подписчиков. Буду рад лайкам, комментариям и просмотрам абсолютно на каждом видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok